В эфире новости Дагестан, в студии Захара Алиева. Здравствуйте. В начале коротко о главном. Как справиться с трудным подростком? Специалисты из Москвы делятся с дагестанскими педагогами опытом по работе с деструктивным поведением молодых людей. Трагедия 25-летней давности. В Каспийске почтили память погибших в результате крупного теракта, который унес жизни 69 человек. Уехал на игрушечной машинке. Заместителя заведующего Махачкалинским детсадом «Искорка» уволили из-за побега малыша с территории заведения. Девиантное поведение в среде старшеклассников и студентов колледжа заставляет специалистов республиканского Минобра искать пути решения проблемы. На базе Дагестанского института развития образования сейчас проходят курсы для социальных педагогов, психологов, классных руководителей и директоров образовательных учреждений. В качестве спикеров специалисты из Академии Минпросвещения России. Они делятся знаниями и опытом по работе с трудными подростками. Те последние события, которые произошли в дагестанской школе, когда одноклассник с ножом напал на одноклассника, массовая драка, которая произошла в одном из колледжей Дагестана с применением холодного лужа, показала нам, что имеются вот такие асоциальные проявления, которые наблюдают учителя, классные руководители, директора и, к сожалению, не имеют инструмента для того, чтобы научиться работать с этими асоциальными проявлениями. Применять какие-то психологические инструменты работы с молодежью, научиться работать с родителями, принимать какие-то управленческие решения на уровне образовательной организации. Все это заставило нас продумать программу курсов и организовать с привлечением большого числа специалистов в этой области. Я узнала очень много даже такой терминологии, которая до сих пор в психологической практике не применялась. То есть понятие груминг для меня было, например, открытием. Хотя спулшутинг, буллинг, кибербуллинг – эти понятия на слуху уже и у дагестанского слушателя, и у психолога. Но вы понимаете, в чем дело. Делается заклад наркотика. Когда это все передается и продается, мы не всегда, даже взрослые, можем, читая соцсети детей, понимать, что речь идет об этом. Всего в рамках курса пройдет пять потоков, пять недель. В каждом из них примут участие до ста преподавателей республиканских школ и средних учебных заведений. 25 лет со дня бесчеловечного теракта в Каспийске состоялся траурный месяц, посвященный трагическим событиям 16 ноября 1996 года. Устылы, установленные на месте взорванного многоэтажного дома, собрались родственники погибших, пограничники, представители мэрии, города и местные жители. С хронологией страшных событий тех дней ознакомит Наталья Ханбабаева. Траурное мероприятие началось не с памятных речей, а с показа документального фильма «Направленный взрыв». Люди вспоминали, как в руинах многоэтажного дома искали своих родных и верили, что те живы. Очевидцы тех событий говорят, на верхних этажах оставались люди, которые не могли выбраться. Я надеюсь, что, может быть, они живы, может быть, сложился домиком там каким-то пространством, и, может быть, они еще живут, может быть, воздух поступает. Вот надеяться хотела. Но когда падала очередная плита, срывалась с краном, и мне казалось, это по моим детям, все это по ним. Знаете, как страшно было? Это минуту страшно, а две, а это трое суток. В девятиэтажном доме по адресу Ленина, 58, жили семьи российских пограничников. Сейчас здесь стоит памятник. Традиционно 16 ноября сюда приносят цветы и зажигают поминальные свечи. На траурный митинг приезжают и те, кто уже давно покинул Дагестан. Сестры Кристина и Оксана Колосковы потеряли в страшной трагедии родители. Сами чудом спаслись. В этот день мы потеряли маму и папу, и в том числе, сами упав с девятого этажа, остались в живых. Просто чудом. Я три с половиной часа лежала под завалами, заново ходила, училась, ходить училась, тяжело очень все. А сестра, потеря памяти, небольшое сотрясение, отбитие почек. Сестры приезжали на 20-летие со дня трагедии. И на этот раз они дали друг другу слово посетить Каспийск через пять лет, на 30-ю годовщину. Ведь эту боль они никогда не смогут забыть. Эту боль просто даже не передать. Просто не передать. Это огромная потеря, когда лежишь на кровати и тебе говорят, Кристина, скоро мама, папа придет. Придет и верь, что они придут. Ты лежишь и просто веришь, что придет мама или придет папа. Но они никогда не пришли. В тот страшный день под завалами оказались 106 человек. Из них удалось спасти только 39. Имена 69 погибших в теракте высечены на черных плитах памятной стелы на месте взорванного дома. Наталья Ханбабаева, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ, Каспийск. Нет вакцины – сидеть дома. Режим самоизоляции для граждан в возрасте 60 лет и старше в Дагестане продлен до особого распоряжения. Это следует из протокола заседания оперативного штаба. Однако ограничения не коснутся работающих граждан в возрасте 60 лет и старше, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и имеющих сертификат. Такое решение принято с учетом предложения главного государственного санитарного врача Республики по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки. Что такое газ, мера осторожности в обращении с оборудованием и как вести себя в случае его утечки. Открытые уроки безопасности проходят в махачкалинских школах. Почетными гостями и спикерами выступают сотрудники газовых компаний и МЧС Дагестана. Такие встречи проходят с 2013 года и уже более 15 тысяч школьников знают, как уберечь себя и родных от несчастного случая. Вовлечь в диалог получается школьников благодаря образовательным мультфильмам, ярким плакатам и игровым диалогам. Мы хотим научить детей ответственному отношению к собственной безопасности. То, что мы объединились с сотрудниками МЧС, с сотрудниками газовой службы, это делает наши мероприятия более эффективными. Формат наших мероприятий зависит от возраста детей. Конечно, каждую возрастную группу мы пытаемся заинтересовать. У нас есть для этого инструменты, у нас есть ресурсы. У газовой службы прекрасные мультфильмы, которые дети смотрят с удовольствием. Ну и, конечно, такой подход вызывает интерес у детей. Даже если там поначалу они могут как-то относиться нейтрально к тому, что у них занятие, то в процессе этого занятия мы вовлекаем детей в диалог, они уже задают вопросы, они рассказывают свои истории. После уроков у нас есть дипломы агента домашней безопасности. Они вручаются не просто так. Соответственно, ребенок, получив данный диплом, они приходят домой и рассказывают своим взрослым, папам, мамам, дедушкам, братьям о том, как себя нужно вести в случае, если они почувствуют запах газа. И зачастую это спасает на самом деле взрослых, и они от детей узнают, что необходимо сделать в случае, если почувствуют запах газа. У нас еще есть вот такие брошюрки, это уже для взрослых категорий. Мы их оставляем педагогам, учителям, здесь уже более подробно описано, чтобы они тоже не остались без внимания. Представители МЧС и ВДПО продолжат цикл занятий в рамках акции «Мы за безопасный газ». Заместителя заведующего Махачкалинским детским садом «Искорка» уволили из-за побега малыша с территории детского сада. К воспитателю дошкольного учреждения и его помощнику применены меры дисциплинарного взыскания. Об этом сообщили в Министерстве образования республики. Все перечисленные сотрудники обвиняются в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. Напомним, территорию частного сада «Искорка» самостоятельно покинул двухлетний мальчик на игрушечной машинке. Ребенка нашли местные жители, они опубликовали фото малыша в интернете, по которым его позже отыскали родители. В Дагестане впервые прошла конференция нейрохирургов СКФО. На одной площадке собрались ведущие специалисты не только из Республик Северокавказского федерального округа, но и гости из других регионов. Присутствующие обсудили малотравматичные способы лечения известных патологий, а также нюансы оказания плановой и экстренной помощи. Многое из области нейрохирургии узнал и мой коллега Карим Даниев. Ему слово. В нейрохирургической службе Дагестана происходит настоящий прорыв. В регионе формируется молодая команда специалистов, которая активно осваивает передовые технологии. За последние два года нашими хирургами внедрено порядка 20 видов высокотехнологичных вмешательств, которые проведены впервые не только в Дагестане, но и в СКФО. Именно поэтому конференцию нейрохирургов Северокавказского федерального округа было решено провести в нашей республике. Проведение сегодняшнего мероприятия или конференции нейрохирургов Северокавказского федерального округа в нашем регионе не случайно, потому что мы ставим перед собой цели и задачи развития нейрохирургической службы как во взрослой сети, так и для оказания медицинской помощи детскому населению. Не только для населения нашей республики, но и выйти на уровень Северокавказского региона. Появилась возможность оснащения как в рамках национальных проектов, так и дополнительной поддержки регионального бюджета по проведению необходимого оборудования. То есть мы сегодня, нейрохирургическая служба, выходит на новый этап. Это не просто открытая нейрохирургия, это эндоскопическая нейрохирургия. И наша задача, конечно, вернуть доверие наших пациентов прежде всего и, конечно же, привлечь внимание пациентов других регионов для оказания этой помощи. На одной площадке собрались ведущие специалисты не только из республик СКФО, но также из Москвы, Петербурга, Сибири, Урала и других регионов. В рамках конференции участники разобрали ряд важных вопросов. Среди них проблемы оказания помощи пострадавшим с черепно-мозговыми травмами, с сосудистыми заболеваниями головного мозга, с эпилепсией и другими недугами. Особое внимание уделили современным методикам при проведении хирургических вмешательств. Знаменательным фактором этой конференции является то, что встречаются и нейрохирурги, которые оказывают помощь взрослому населению, и детские нейрохирурги. У нас много точек соприкосновения, много задач, которые мы решаем вместе. Благодаря режиму онлайн и тем возможностям, которые сейчас существуют, в конференции принимают участие не только нейрохирурги, но и педиатры, неонатологи, сосудистые хирурги, неврологи. Это позволяет нам освещать многие вопросы, выходящие за рамки нейрохирургии. Наши медики активно сотрудничают с главными федеральными центрами Москвы и Санкт-Петербурга. Ведущие специалистов в своей области, включая Владимира Крылова, регулярно приезжают в регион и делятся опытом. Такое сотрудничество позволяет жителям Дагестана получать нейрохирургическую помощь, не выезжая за пределы региона. Карим Даниев, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Новое поле, новые победы. Футбольный стадион с искусственным покрытием появился в высокогорном селе Зевуриб Шамильского района. Современная площадка на высоте около 1800 метров над уровнем моря, открытая по госпрограмме Минспорта. О таком месте спортивного досуга несколько лет назад зевурибцы и жители соседних сел могли только мечтать. В прошлом году здесь также презентовали воркаут-площадку. Открытие спортобъектов – это отличная возможность проявить свои таланты и проводить время с пользой для здоровья. Об этом говорили на торжественном мероприятии. После официальной части состоялся мини-футбольный турнир. Победителями стали футболисты из села Фаттадам, обыгравшие в финале местную команду. Это все делается для того, чтобы молодежь, подрастающие поколения, чтобы они были здоровыми, чтобы они занимались спортом, бросали неприятные привычки. Борцы больного стиля из 15 стран приедут на международный турнир в Хасавюрт. Традиционные соревнования пройдут 10-12 декабря во Дворце спорта имени Гамида Гамидова. Своё желание принять участие в соревнованиях изъявили спортивные делегации из США, Турции, Грузии, Польши и Азербайджана, а также из стран Прибалтики и Средней Азии. Также за награды турнира поборются российские вольники. Ожидается, что самым титулованным участником станет олимпийский чемпион из США Кайл Снайдер. Победители соревнований в каждой из 10 весовых категорий получат до 150 тысяч рублей. На стадион будут допущены и зрители. Правда, посетить турнир смогут только болельщики, имеющие QR-код о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции. Смотрите нас также на наших официальных страницах в соцсетях, на YouTube и на сайте nntv.ru. У меня на этом всё. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова